В июне 1941 года юная Антонина с одноклассниками возвращалась счастливая с выпускного вечера. И как гром среди ясного неба, со всех динамиков ужасная новость о начале войны. Ребята тут же ринулись в военкомат рабочего поселка Раевка. А когда пришли в военкомат, военком сказал, а что вы умеете делать? Он говорит, все умеем делать. Деревенские девчонки, они же способны к труду и обороне. Ну и мы, значит, заявление ставили. Он сказал, организуются скоро курсы медсестер. Санструкторов, и мы вас пригласим. И на самом деле так скоро было, значит, ну не так скоро, конечно, может быть, через 3-4 месяца. Ну, каждый из нас не сидел, кто где устроился. Меня приняли секретарем-машинисткой в прокуратуру. И я там вот работала до призыва в армию. И, значит, а другие девочки в другие места там устроились. А родители мне сказали, что мы написали заявление. Да, секрет, большой секрет. Ну вот таким образом мы, значит, начали учиться на курсах. Организовались курсы. И мы год проучились на курсах медсестер. Сдали экзамены. После учебы пришла повестка и Антонину Тютяеву отправили под Сталинград, где второй день, как шло наступление на немецкую армию. Мы сошли на станции Красноармейск. От Красноармейска мы, это последняя станция, которая не разбита, по которой можно было еще проезжать поездам. И шли мы очень долго. А морозы в 42-м году были очень-очень сильные. 40, 42, 41 градусы. Мы, конечно, замерзли. Ну а что делать? Идем, у нас часовой окрикнул. Стой, кто идет. Мы говорим, свои, вот свои, и давайте, давайте в штаб мы вас заберем. Забрали в штаб нас, привели. Посмотрели документы. Младший лейтенант нас сопровождал от Раевики, Ольшевского района. Я из Башки и сама. Вот. Посмотрели документы, куда нас направили. Направили нас в 64-ю армию Михаила Ставановича Шумилова, 157-я стрелковая дивизия, это пехота. И вот направили нас пока в медсанбат. Медсанбате молодых медсестер оставили на две недели. Девушкам приходилось беспрерывно стирать бинты. Перевязочного материала катастрофически не хватало. Потому что немецкие самолеты постоянно бомбили без конца и края. Ни одной минуты не проходило. Они вот шли, знаете, такой стеной, наверх посмотришь, и небушка не видно было. Но техники, конечно, было много. У нас тоже было много. Защищались. Но у нас зато зениток очень много было. Поэтому вот это самое. Советское командование, значит, думало, покрепче морозы идут. Мы, значит, пойдем в наступление. Это советское командование, думало, наше. А немцы думали, мы доживем до весны и пойдем в наступление. Но их, значит, эта задумка не оправдалась. И вот 19 ноября 1942 года Красная Армия пошла в наступление. И сначала вот эту группировку, трехсоттысячную, разделили на две части. Потом каждую из них начали уничтожать. И каждую еще разделили напополам. И потихонечку, потихонечку начали. Нас ведь из медсанвата-то послали в полк, в пехоту. Там же не хватало медсестер. А медсестры такие же, ну, как сказать, люди, что и они погибали. Когда мы шесть человек послали нас в три полка пехотных, у нас двоих, Марусь Самойленкова и Марусь Терентьева из Белебея, Белебея ранила в ногу, снайперы же работали без конца и края. Вот. И мы в этом полку пробыли полторы недели. 2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва, и Антонину Тютяеву вместе с другими медсестрами в срочном порядке отправили на Курскую дугу. Ну, прежде чем вести, значит, боевые действия на Курской дуге, надо же подготовиться. И наше командование решило направить через реку, значит, Ака 19 разведчиков, и наши солдаты имели первые пять дней успех. Они обнаружили эти огневые точки и уничтожили, и были обнаружены немцами. А потом оттуда сумели сбежать от немцев, а остальных немцы изуродовали так, что когда закончились боевые действия, и во враге обнаружены были вот эти наши солдаты, они были с выколонными глазами, на спине были звезды вырезаны, в общем, изуродованы были, кости переломаны. Вот такие страдания переносили наши солдаты. Но все равно советская армия имела успех. Мы шли в направление Орла, и наша дивизия совместно с другими дивизиями убрала Орел. И в честь этого большого, значит, взятия Орла, такого большого города, нашей 64-й армии был дан салют. Слова под старыми фотографиями несут весь тот ужас и страх, который пришлось пережить молодой Антонине Тютяевой. Смерть. Кровь. Кровь. Сердце сжималось от боли, видя изуродованных солдат. Ведь раненое – это не бревно. С ним надо обращаться по-человечески, и, как говорится, это найти надо рану, кровотечение остановить. А еще и пули свистят же все равно, если идет боевая лезь. Да без конца же мы под пулями и под бомбежками, под обстрелами работали. Вот, извините, на Курской дуге я была ранена, но без повреждения костной ткани. И я ведь в медсанбат не поехала, а осталось перевязывать раненых. Меня перевязали, у меня ранение было в голову без повреждения костной ткани. Я там минут 15-20, пока меня перевязывали, а потом я тут же опять стала перевязывать раненых, и на своей собственной палатке, или палатка была у раненого, мы его подтаскивали, где бомбили-то как? Воронки вон какие большие были, в безопасное место мы их, значит, подтаскивали раненых, а машины, которые подвозили снаряды на передовую, вот на этих машинах отправляли, а мы, значит, раненых. Все вот эту боль человеческую, вот эти страдания, раненых много, ведь хорошо, что если без повреждения костной ткани, а если повреждена ткань, это костная ткань, человек не может двигаться, вот ведь в чем дело, это же очень опасно. Вот мы все, всю эту боль, конечно, мы не показывали раненым, что мы там слезы льем, или что, мы наоборот их уговаривали, дорогой ты мой, мы всякие добрые слова говорили раненым, чтобы облегчить их страдания. Дивизия, в которой несла службу Антонина Ивановна, участвовала в военных действиях на Украине, в Белоруссии и Польше. Был пройден очень большой путь. Наша дивизия и армия целиком и полностью шла на Берлин. Вдруг мы получаем радиограмму, что по Балтийскому морю идет подмога для Берлина, немецкая подмога, идут корабли, значит, с личным составом и с военной техникой. И мы перестроились, от Берлина нас отстранили, и мы пошли на Польшу. Опять вернулись. Мы освобождали Краков и Варшаву. А потом от Кракова, там был еще лагерь контентрационный, и когда советские войска освободили вот этот лагерь, тут же немцы все это обнаружили, и это место, где находились пленные, вот этот лагерь, они его разнесли просто на части. А советские войска освободили очень много людей. Мы пришли в город Висмар, и вот там закончилась война у нас. Кто радовался, кто плакал, ведь каждый потерял близкого человека, близкого товарища. Мы, подруг, теряли. Была победа со слезами на глазах, которую невозможно забыть. Вот таким образом мы закончили вот эту злосчастную войну, которую нам никто не накручивал, не навязывал. А теперь говорят, что советский народ пошел на войну. Первый сам. Германия ведь нарушила акт о ненападении, да. И поэтому, пусть они не переделывают нашу победу. Победа за Советским Союзом была, будет и останется на все века. Пока позволяла здоровье, Антонина Ивановна ездила по местам боевой славы, встречалась с однополчанами. В Нефтекамск она вместе с мужем приехала в феврале 58-го года. У нас было четверо детей. Одного мальчика похоронили мы в Альметьевске. Мы в Альметьевске, на нефтепроводе еще жили, работали там. А потом у меня здесь, уже здесь, вот дочь старшая умерла. Младшая, вторая дочь умерла. И вот мальчик в Альметьевске похоронен. И вот четвертый ребенок, вот Вова, который за мной ухаживает, вот он один остался. Трое детей умерли. И в 71-м году, 23-го февраля, у меня не стало мужем. И я вот этих троих детей воспитывала одна. Вот такая у меня судьба. Сладкая. Ну ничего, живая.